Если вдруг вы сейчас, не сейчас, или, к примеру, очутитесь на ЖД-вокзале, и вам нужно будет три часа ждать ваш поезд, то мы вот с Димой Кучко тут приготовили для вас небольшое развлечение. А точнее, сотрудники музея-усадьбы Сурикова подготовили специальную выставку совместно, конечно, с сотрудниками железнодорожного вокзала. Вот здесь, на втором этаже, возле зала ожидания, можно посмотреть детство, юность художника Василия Ивановича, быт его семьи. В общем, около 30 фотографий очень интересных, которые, к тому же, демонстрируют некоторые виды старого нашего города Красноярска, когда он в центре города, к примеру. А вот зачем все это здесь расположилось на втором этаже, сейчас расскажет мне Александр Цивецик. Александр, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Но данная выставка, прежде всего, предназначена для того, чтобы, как вы уже сказали, познакомить гостей и пассажиров нашего города с бытом и семьей, и первыми опытами художника Василия Ивановича Сурикова, которые рассказывают о данных экспозициях о его детстве. И также для приятного проведения времени здесь, на железнодорожном вокзале Красноярск, потому что на сегодняшний день не каждый имеет либо такой возможности, либо желание посетить музей, и он может это сделать, путешествие по России. Не успевает, например, в музей зайти, а тут на ЖД вокзале сразу для него все это. Да, то есть они спокойно могут прийти на второй этаж железнодорожного вокзала и посмотреть представленные экспозиции. Ну, выставка на самом деле небольшая, посмотреть ее можно минут за 30, я думаю, хватит. А есть еще какие-нибудь такие развлечения, так скажем, на железнодорожном вокзале? Что еще можно посмотреть, увидеть? Я еще продолжу, что это не последняя экспозиция, мы дальше работаем в этом направлении. Параллельно на железнодорожном вокзале проходит у нас арт-объект выставка «Ангелы Миры», которая расположена как на первом, так и на втором этаже. Также на железнодорожном вокзале по четвергам приходят городские библиотеки, которые проводят тоже свои мероприятия для пассажиров, чтобы ожидание поезда не было скучным. Ну, как красноярцы-то реагируют на все это? Действительно, я как-то раз, помню, посещала такую небольшую лекцию, очень интересно мне показалось. Пассажиры реагируют очень положительно, то есть составляют хорошие отзывы о работе и о том, что мы делаем. Поэтому мы приглашаем всех работать с нами, то есть наши двери всегда открыты для размещения и проведения мероприятий для пассажиров и гостей нашего города. Ну, собственно, надолго ли здесь пробудет вот эта вот выставка? По выставке она еще здесь пробудет до конца месяца, поэтому... Всех приглашаем, всех красноярцев, кто собирается куда-то уезжать или не собирается, в любом случае приходите, посмотрите, действительно очень интересно.